ПЕСНЯ 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 Рекала, ко мне! Есть! Постройте отряд! Есть! Постройте отряд! Отряду стройте! Смирно! Товарищ командир отряда, отряд построен! Вольно! Вольно! Впервые у меня на отряде в походе скис мотор. И мотористы показали себя. Возились с магнитобитых два часа. Мотористам стыдно мне смотреть в глаза. Отрадный признак. Однако небольшая честь командовать таким кораблем, товарищ Рекала. Большего мне вам нечего сказать. Распустить! Разойтись! Погодка. Такую не разгуляешься. Да ты не расстраивайся. Не бойся. Учение. А если бы немец? Мы остались бы у него в хвосте. А по секрету я был уверен, что в такую погодку они и за пять часов не справятся. Мотористы молодцы. Орлы! Так чего ж ты бушевал? Сейчас трасски на будущее. Думаешь, комдив нас похвалит? Здесь у нас аварии в привычку войдут. К Софьи Петровне-то мы опоздали? Как хочешь, комдив. А я твоих офицеров разнесу. Велено было прийти к девяти. Бать, а ты их отдай под суд. Конечно. Я их своим судом. Лишу. Выручайте товарищей. Есть. Софья Петровна, разрешите выразить предварительный восторг по поводу предстоящего пира. Вы знаете, особенно меня волнует хворост, приготовленный вашими ручками. Вы знаете, невольно вспоминаются популярные стихи. Ближу поднимается медленно в гору лошадка везущая с хворостом ввоз. И если это про ваш хворост, то... А откуда ты его взял? На вашем камбузе. Вы зульки. А как ты туда попал? Ходил в разведку, вы знаете, на вашем камбузе такие кладки. А вот ничего и не дам, чтоб не совал нос куда не надо. Нет, дадите, дадите. Я знаю, вы же добрые. Да мы у тебя. Ну что же они на самом деле? А ведь Боровский, он еще точностью хвастает. Опять опаздываем. Я не перед зеркалом вертелась. Ну, сам знаешь, не бросать же больницу. Софья Петровна поймет. Можно было и поторопиться. Саша, я врач и имею дело с людьми. И ради именин я не стану... Знаю, знаю. Ты готова сидеть в своем госпитале, пока не свалишься. Ты так бережешь меня. А тебя что это удивляет? Почти. За последнее время я стала в этом сомневаться. Даже сомневаюсь, замечаешь ли ты, что я вообще существую. Объясни. Ты с некоторых пор видишь только себя. Ты не живешь, а играешь. Играю? Кого? Придуманного тобою героя. Капитан лейтенанта Боровского, героя Советского Союза, которым ты еще не стал. Мне кажется, эта цель заслонила для тебя все. Знаю. Ты сейчас скажешь, что я легкомысленный, невнимательный, ветреный, что я пренебрегаю тобой. Женский разговор. Андрей. Андрей. А, это ты и Женя, здрасте. Что это тебя сюда занесло? А я гуляю. Когда я зову, я всегда гуляю. А сегодня я зову, как черт. А причина? Поймите, до сих пор не могу провертеть эту проклятую дырку. Дырку? А разве вы не знаете? А ты, Александр? Представь, не знаю. Так ведь, понимаешь, прислали для испытания проект нового газовыхлопа. Сконструировал наш молодой инженер. Куда лучше, чем на американских катерах. Может быть, ты расскажешь об этом завтра? Опоздаем? Куда мне некуда. Да ты что, забыл? Сегодня же день рождения комдива. Он всех звал, и тебя. Разве? Тот-то я шел по улице и думал, зачем это я крахмальный воротничок надел. Идем, Андрюша. Куда? На именинах. Он все-таки ничего не понимает в поэзии и технике. Ну, зачем же так расстраивать? А вы б не расстраивались, если б на операцию аппендицита потребовалось разрешение высшего медицинского... И, наконец, удар кинжала пресек несчастного позор. И мать поутру увидала, и хладно отвернула взор. И труп от праведных изгнанный никто кладбище не отнес. И кровь с его глубокой раны лизал рыча домашний пес. Ребята малые ругались над хладным трупом мертвеца. В преданиях вольности остались позор и гибель беглеца. Не знал, что Лермонтов звучит так современно. Вы обязательно почитайте в клубе. Пусть молодежь послушает. Извините. Пожалуйста. Здравствуйте, Лера. Здравствуйте, Борис Иванович. Очень жалею, что опоздал и не слышал начала. Я очень рада, что вы благополучно вернулись из похода. Лариса. Простите. Пожалуйста. Как хорошо, что вы здесь, Елена Васильевна. Если б вы знали, как я мечтал увидеть вас. Даже мечтали? Мы бойцы. Мы каждый день играем со смертью. А когда вырвешься из ее объятий, то особенной целью жизнь. Хочется радости. Женской улыбки. А вам не кажется, что я приехала сюда не для этого? Не для женских улыбок? Простите, Елена Васильевна, я не думал. Я вижу, что вы не подумали. Поэтому охотно прощаюсь. Гости, к столу. Разрешите? Простите. Спасибо большое. Внимание, товарищи. Поднимем бокалы и выпьем за виновницу торжества. За дорогую родительницу новорожденного. За нашу любимейшую несравненную общую маму Соню. Я, мама, да не твоя. Как я могла родить такого бородатого урода? Ай-ай-ай, мама, Соня, нехорошо отказываться от своего бедного бородатого ребенка. Соня, уже дорогой. Будь скоровы, Мася. Эп, нет, 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 не годится до дна. Дети, 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 уговаривайте мамочку. Пей, до дна, 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 пей, до дна. Жулики вы, мои милые, ну до чего ж я вас всех люблю? Ну хватит, мать, спаивай, пошли к столу. Ну так, маму уговорили, уговаривайте бородату. А вы что же молчите, Боровский? А ну-ка тост, что-нибудь с огоньком. Есть. Товарищи, я предлагаю выпить за славу. За нашу боевую офицерскую славу. Нет ничего прекраснее ее на свете. И нет труднее подвига, чем тот, что ведет к славе воина. Тысячи проползают в войне ужами. И лишь немногим дано взлететь соколам в ясное небо победы. Хорошо прожить соколам и остаться в песне, но трудно. За славой надо гнаться дерзко, упорно, смело. Уметь схватить за блестящие крылья и не отдать никому. Зато в славе бессмертие. Я умираю, имя мое живет. За славу. Не пью за это, вредная чушь. Не нам гоняться за личной славой, не этому нас учили. Правильно. Наша офицерская слава. Это хорошо. Ну а что дальше? Что же нам, носиться за ней? Ловить за крылышки и свой рундучок на замок? Нет, это что-то не то. Я не знаю, станешь ли ты соколом, Саша. Но мы здесь не ужи. Значит, все против. И ты где? Да. Слава. Что же она такое, наша слава? А вот. О собственной славе не чусь. Мысль, прежде всего, о славе России и родного флота. Но поскольку душою не отделяю себя от флота, горжусь, что в славе его частица принадлежит и мне. Вот как думал умный человек и великий русский патриот Павел Степанович Нахимов. В бой идешь, помня о родине, о славе нашего советского народа. Так учит нас партия. Максимов, личная слава нам не заказана. Но в одном Боровской, я вам прямо скажу, вы ошибаетесь. Славу советские люди не ловят. Они ее добывают упорным и настойчивым трудом. Выпьем. Внимание, товарищи, начинаем концерт. Как-то у них говорится. Добрый вечер, здравствуйте. Первым и единственным номером выступление артиста, окончу цыганскую консерваторию. Артиста-гитариста Михаила Гаврила. Миша, заводи. Гори, гни, моя звезда, гори, звезда приветная. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Вдойдет ли ночь на землю ясная, звезд много блещет в небесах. Но ты одна, моя прекрасная, горишь в отравле ко мне лучах. Звезда любви, звезда волшебная, звезда любви прошедших дней. Ты будешь вечер, а мне забвенная, что в душе измучая... Вам нравится? Очень. Удивительно, у него подлинная манера цыганского пения. Он и есть цыган. В кабинете моя сумочка, принесите, пожалуйста. Моих лучей небесной силою, вся жизнь моя озарена. Вот она. Постой. Кто? А то. Словом, коротко. Не болтайся мне поперек курса. Не понимаю, о чем ты? Одерживай в сторону. Не то большой бой выйдет. Ах, вот что. Так я свой курс по чужой указке не меняю. И боя меня не пугай. Оборвешься. Пожалеешь. У тебя в самом деле. Весись на здоровье. Поумнеешь, придешь, доложишь. Принес мой друг от рану, вернуться не забыл. И пусть мне в награду за сердце подарил. В усы ялка горят, прихвается. Мне о счастье говорят, переливается. Эх, сверкайте смирей, вы засветы. Сердце станет веселей моей приветствия. Поехали. 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 Товарищ капитан 2-го ранка, разрешите обратиться. Да. Можете идти. Есть. Командир отрядов. Прошу ко мне. Товарищи офицеры, наша авиация обнаружила конвой противника в составе восьми транспортов, идущих в охранении сторожевых кораблей. Место на 22 часа. Квадрат 18-20, курс 195. Приказываю обоим отрядам немедленно выйти в море, найти противника, атаковать и уничтожить. Удар должен быть совместным обоими отрядами. В этом успех операции. Поэтому первый, кто обнаружит противника, вызывает второго на соединение. Особенно подчеркиваю, атаковать только вместе. Задача ясна? Ясна, товарищ капитан 2-го ранка. Подробности у начальника штаба. Идите. Прошу извинить. Товарищи офицеры по местам. Мать, когда будет отбой, позвони на КП, чтобы мне не волноваться. ГОВОРИТ ПО-МОТИЦАНИЕ Опять летят. Ну, я пойду. Куда? Домой. Поздно уж. Не дури. Нельзя, бомбить будут. Я не боюсь. А потом я привыкла. Привычка привычкой, а зря не лезь. Садись. Ох, забыла. Гляжу я на тебя и думаю, что тебя к нам в пекло потянуло. Или жизнь недорога. В этой войне я потеряла все. Все, что мне было дорого. Я приехала к вам, в вашу боевую семью, чтобы хоть чем-нибудь быть полезным. Мишенька, как ты здесь оказался? Мишенька, как ты здесь оказался? Вечер в море, в катерки, дальняя дорога, не ромейте моряки. Воздушная тревога. Не хулиганишь, а? Пой по-хорошему. Налетел девятый вал. Были ведьмы с ливицах. Тот, кто в море Побывал. Смерти не боится. Воскоп. Смерти не боится. Воскоп. 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 Приняты координата Максимова. Десять пиль к Нордосту от мыса угловой. Неужели упустим караван? Не уйдет немыток Максимов. Ну да, как же. Своего не отдам. Лево курсовой сорок. Три сигурета. Немцы. Они. Так. На ловца и зверь бежит. Ботсман. Есть. Передать сигнал. Вижу противника. Есть. Передать сигнал вижу противника. Разрешите дать вызов Максимову. Что? Разрешите сообщить координаты Максимову. Максимову? Добро. Сообщу сам. Вот вам. Передайте капитану лейтенанту Максимову. Есть. Передайте капитану лейтенанту Максимову. Ну, дед, борода. Атака. Двища восемьсот. ееосемь. Уж Bloomа. Товщик! Салф! Митинцы! Такой курс! Толгота правильная! Толгота 34.05! Вышли точно! Точно, а где Боровский? Не знаю. Товарищ командир отряда, справа на траверзе разрыва. Получить, товарищ командир отряда. Бороцкий. Есть. Товарищ командир отряда, 215-й погиб, лишний состав спасти не удалось. Крепко не повезло, командир. Мы сделали все, что могли. Но откуда эсминцы? Откуда? Немцев упустили. 215-й погиб. Слева поносы торпедные катера первого отряда. Эх, чуть бы пораньше. Капитальный лейтенант Максимов запрашивает, нуждаемся ли в помощи. Отвечайте. В помощи не нуждаемся. Караван ушел курсом Зюидверска. Есть. Значит, по-вашему, все правильно. А вот немцы, поди, хихикают над растяпами. Нет. Прошу прощения, товарищ капитан второго ранга, но нами потоплен сторожевик. Один из транспортов поврежден, и немцам не до смеха. А 215-й где? Пучий катер потеряли. Вы уверены в точности прокладки курса во время операции? Уверен. Прокладку я вел сам. А где же карта? Снесло взрывной волной. Чем же вы объясните, что такой опытный командир, как Максимов, не смог вас обнаружить? Ну, просто ума не проложу, товарищ капитан третьего ранга. Понимаете что-нибудь? Пока нет. Неясно основное. Почему Максимов своевременно не вышел к точке боя? Да, скверно. Жаль катера. Жаль людей. Эх, воинство святого Розини. От советского информбюро. Вчера ночью в Баренцевом море и в порту Киркенес нашими судами потоплены 6 немецких транспортов, миноносец, 4 сторожевых корабля, тральщик, 5 барж, 5 сторожевых катеров и 9 мотоботов. Слышали? А знаете, какой груз вы упустили? Не знаете? Эрсэсовскую дивизию, которую немцы бросили для задержки нашего наступления. А главное, горючая. Понятно? Вот ваши успехи. Герои. У вас есть вопросы? Кто заполнял бланк с координатами для Максимова? Могла произойти ошибка при передаче? Я сам вносил координаты в бланк. Следовательно, виноват Максимов? Нет. Я не имею оснований. В благородство играете? Виновный есть или вы, или Максимов. Кто? Вы с Максимовым разговаривали? Нет. Максимов избегает разговаривать со мной. Что? А ну-ка, толковее. У нас произошел с ним вчера резкий разговор. Максимов наговорил мне лишнего. Ну и дружба врозь. Этого еще не доставало? Из-за чего? Ссора. Товарищ капитан второго ранга произошла по чисто личным мотивам. Я прошу разрешения их не излагать. Это как вам будет угодно. Но я прошу заметить, что я не допускаю в военное время деления и жизни офицеров наличные и служебные клеточки. И предлагаю склоку немедленно прекратить. Безобразие. Ясно? Так точно. Можете идти. Товарищ Лишев. Не занимайтесь сегодня ничем. Отлеживайтесь. Идите. Теперь я понял. Что понял? Ссора. Они поссорились. Потом вышли на операцию. И вот Максимов решил не торопиться. А вось Боровский упустит конвой. И тогда Максимов добьет его. Так сказать, щелчок по самолюбию обидчика. Вот и вышло. Никогда не поверил, чтобы Максимов спокойно ждал, пока немец будет бить его товарища. Ссора. Два индюка расшипели спустя рюмки и делают всего. А ты тут какую-то прелую философию подводишь. Трибунал разберет. Трибунал? Войдите! Какая толкота вам была указана? Тридцать четыре ноль пять. И вы вышли точно? Не могу это утверждать. Но до сих пор не ошибался. Вы следили за прокладкой курса? Специально нет. Я вполне доверяю Журавлеву. А Боровский следил за прокладкой. Поздравьте его, товарищ капитан лейтенант. Что с Атон? Виноват. Так, подведем итоги. Место вам было дано. Вы на него не вышли. В результате второму отряду в сложных условиях их боя не была оказана поддержка. Кослеи все вам известны. До решения контр-адмирала приказываю сдать отряд старшему лейтенанту Лишеву. Мне сдать отряд? Да, вам. Разрешите выполнять? Выполняйте. Держите себя в руках. Держите себя в руках. Держите себя в руках. Борис Иванович. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Но что значит моя личная судьба в большом общем деле? Конечно, я был бы счастлив сам выполнить свой план. Но теперь это невозможно. Так. Значит, всё, что выносил умом и сердцем, ты передаёшь в чужие руки. В ваши руки, товарищ капитан 2-го ранга. В руки товарищей. Хорошо. Выполнение этой операции я поручаю Боровскому. Что же он хороший моряк? Выполнит с честью. За меня, за всех, за флот. Да, чуть не забыл. Меня просили передать тебе приглашение. Кто? Одевайся. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты понимал, как это могут истолковать? Допрос? А кто дал тебе право? Какого черта тебе от меня нужно? Совесть у тебя замутилась, Саша Что такое? Совесть, говорю, замутилась С человеческой офицерской честью в разладе живешь Товарищ старший лейтенант Я не желаю слушать ваших нравоучений Вы кто такой? Офицер безгода неделя Из газеты на флот пришли в газету и уйдете И не вам Рассуждать о нашей офицерской чести Твоя правда Я на флот пришел из редакции Я работник советской печати А мы, журналисты Вы саконесли знамя личной чести уже в ту пору Когда ты не знал, с чем ее едят Я приказываю вам замолчать Александр Ильич Я не конюх, ты не помещик Молчать! Слушаюсь Разрешите идти По косой тропке идешь, Саша Любя, говорю Субтитры подогнал «Симон» Сейчас выступит Елена Васильевна Горелова КОНЕЦ Вот мне про Родину говорят, и, наверное, что-нибудь очень большое под этим подразумевают, а я нет. У нас в Новониколаеве изба на краю деревни стоит, рядом две березки, я на них качели вешала. И вот мне про Родину говорят, а я все эти две березки вижу. Слезами измеренной, больше, чем верстами, шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, Седая старуха в салопчике плисовом, весь в белом, как насмерть одетый старик. Ну, что им сказать? Чем утешить могли мы их? Но горе поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала, родимые, покуда идите, мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пажите, мы вас подождем, говорили леса, ты знаешь, Алеша, порою мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям только пожарища, по русской земле раскидав позади, на наших глазах умирают товарищи, по русски рубаху рвануть на груди. Боровский, а вы куда же? Да? Я на Катератовочке, на вторую рангу. А потом я хочу зайти в госпиталь за женой. Добро. Что с вами? Не здоровится. Я дал указание начальнику штаба ознакомить вас с Максимовским планом. Ознакомились? Так точно. Ну и как? Замечательно. Дерзко, красиво. Ну вот, выполнять будете вы. Я? Да, вы. Мне же неудобно, товарищ капитан второго ранга, весь план разработал Максимов. Все утверждено адмиралом. Точка. Есть. Тридцать четыре. Тридцать четыре. Тридцать четыре. Тридцать четыре. Тридцать пять. Опять эти цифры. Ой. Больной беспокоен. Не могу. Как в сознание пришел, от этой истории покоя нет. Я помню, передавал 34.05, а в шифровке 34.35. Тридцать минут разницы. Я передачу свою помню, а в шифровке не так. Неужели напутал? А из-за этого все несчастье пошло. Вот и хочу. Капитан лейтенанта Боровского спросить. Очень мне беспокойно. Пустяки, милый. Это вам все просто показалось. От потери крови, от слабости. Вот придет капитан лейтенант и все выяснится. Пуль зачистил. Нехорошо. Дайте два кубика камфора. Спасибо. Женя. Андрюша. Здравствуйте. Здравствуйте, Женя. Что же вы не пришли на концерт? Я вас так ждал, ждал. Не могла, Андрюша. Занята. А вы почему без халата? Как? А вот. Андрюша. Ну, ты хороший концерт. Чудесный. В следующий раз вместе пойдем. Ну, в следующий раз обязательно пойдем вместе. Андрюша. Я хотела вам задать один вопрос. Вы что-нибудь понимаете в штурманских тонкостях? Ну, конечно. Я ведь механик. Только что раненая Панасенко рассказала мне, что произошла путаница в передаче координат Максимову. Я не совсем точно понимаю, в чем там дело, но кажется, что-то в долготе. 3405-3435. Стойте. Вы понимаете, что это значит? Радист перепутал координаты. И выходит, Максимов ни при чем. Нужно немедленно сообщить комдиву. Бегу. КОНЕЦ КОНЕЦ Погодка что-то портится. Да. Слушай, это ты посоветовал комдиву назначить меня на эту операцию? Он сам предложил. А я знаю, что сделать это могут только ты или я. Мне нельзя. Значит, это твое дело. Давай, Саш. Это как раз на твой характер. Рискованно, но красиво. Внезапно, с дерзость. Да, но у входа ферд две батареи. И еще одна в глубине. Верно. Но с тобой пойдут морские охотники. Понимаю. И примут весь огонь на себя. Точно. А в это время ты пролезаешь в горло ферда, подходишь к причалам и громишь. Трудно. Вход узкий, камни. А чему нас учили? Пройдешь. Зато шум пойдет по флоту. Давай, Саш. Какого черта ты надоумил комдива назначить меня на эту операцию? Кто тебя просил об этом? Саша! По русской! По русской! Саша! Саша, как хорошо, что ты пришел. Весь мокрый. А Глобуков побежал тебя отыскивать. Ну, пойдем. Тебя Афанасенко ждет. Он хочет с тобой посоветовать. Ему кажется, что он тогда в бою спутал координаты. И очень беспокоится, что из-за его ошибки произошла беда, погибли люди. Саша, что с тобой? Что случилось? Радист не виноват, Женя. Неверные координаты дал Максимову. Саша, но ведь это преступление. Саша, когда комдив приказал нам атаковать караван противника, я честно пошел в бой. Я был готов выполнить приказ, обнаружив немцев дождаться помощи и атаковать ее вместе. Но в минуту встречи с врагом точно туман наплыл на меня. Я решил взять победу один. Паш на паш. Если бы мне удалось, я достиг бы всего, к чему рвался, не разбирая дороги. Я дал Борису ложные координаты, чтобы он не смог подоспеть. Я хотел победы для себя одного. Но победа обернулась. Позор. Потом я пытался исправить. Хотел дать точное место. Но поздно. Снаряд уничтожил рацию. Тогда я скрыл. Я заменил радиограмму. Я хотел соколом взлететь в небо. А свалился в канаву. Остается поставить точку. А ну, посмотрите мне в глаза. Не смейте, а придется взглянуть всем товарищам, народу. Как вы ответите? Как? Я вас спрашиваю! Я прошу. Не меня. Русскую землю просите, чтобы она дала вам в ней место. Трус. Я не трус. Рапорт обо всем случившемся я только что отдал начальнику штаба. Сдать оружие. Сдать оружие! Примитивно. Проводите. Есть, проводите. Доктор, все готово. Товарищ капитан. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Продрешите идти на операцию? Ступайте. Ты слышал, что он говорил? Я решил взять победу один. Я рвался ко всему, не разбирая дороги. Да я бы его за это одно. Так что же, по-твоему, Боровский? Враг? По-моему, нет. Был хороший офицер. Труса не праздновал. Дрался как надо. Русскую землю любил. А, потому что ему по ней легко ходить было. Вот. Вот это ты прав. На собственную красу загляделся, вот голова и закружилась. А вот встряхнуть его как надо, чтобы муть из глаз вылетела. А что натворил от работы? Правильно, дед. Он виноват. Виноват? Да. Потому что думал, победителей не судят. А мы победителей судим строже. Суровее. Вот. А все же напрасно помиловали. Кто это сказал? Я, товарищ капитан второго рамка. Так. Офицер вы или не офицер? Офицер. А дивизион, в котором вы служите, дорог вам или недорог? Дорог. Так какого же черта вам честь его недорога? Мне? Да, вам. Офицер вашей части пустит в расход. Срам на весь мир. А с него как с гуся. В расход, не в расход, все равно позор. Неверно говорите. Мертв человек и всему крышка. Хоть пемзы и три, а тел его не ототрешь. А жив человек, так он сам выправится и с других тяжест снимет. Вот я сидел на суде и думал, один ли он виноват. Все виноваты. И я в том числе, и раньше других. Вот, раскинь-ка мозгами на счет этого Миша. Себя виню. Не уберегла его. Ни маленький. Знал, что делал. Горден, Софья Петровна. Горячий, самолюбивый. А вот за это самолюбие ответить должен. Чтоб помнил всю жизнь. Жизнь. Как жить-то ему теперь, Софья Петровна? Трудно будет жить. Трудно. Командир отрядов. Прошу к карте. Остальные можете идти. Подумай, Миша, подумай. А теперь обсудим детали предстоящей операции. Операцию проводим скрытно. Используем туман. Задача. Уничтожить корабли противника в базе. При входе в гавань батареи противника, огонь которой необходимо отвлечь. Эту задачу решают два катера МО и старый Баркас. Максимов скрытно подходит к гавани. Взрывом Баркаса отвлекаем огонь противника в этом направлении. Тем самым давая возможность Максимову прорваться в базу и нанести удар. Я двумя отрядами прикрываю всю операцию с моря. Задача истна? Истна. Можете идти. Раз, два! Дяди! Раз, два! Дяди! Еще! Дяди! Товарищ боец, подите сюда. Раз, два! Дяди! Раз, два! Боец штрафной рода Баровский явился по вашему приказанию. Здравствуйте. Вас со взрывом все в порядке? Так точно. Добро. Разрешите идти? Идите. Разрешите спросить? Да. Вы просили разрешения принять мне участие в бою. Кончится война. С чем ты придешь? Но помни, Саша, взорвать Баркас и уйти нелегко. Я все понимаю, Борис, но мне очень трудно. И меня мучит моя вина перед тобой. Видите, товарищ Баровский? Нелегко ему, а держится хорошо. Ты это про кого? Про Баровского. Дельный был. Настоящий, в общем, командир. А по-моему, всегда ветер был. Крутел, вертел туда-сюда. Неправда, боевой командир был. Боевой. В драке петух храбр. Не осуждай. Теперь на смерть идет. Очистится. Правильно. Елена Васильевна, сюда, пожалуйста. Вы подождитесь, я быстро, мигом. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Ну вот, пришло время прощаться. Выезжаете, Елена Васильевна? Да. Кончились концерты, надо ехать. Жаль, а Сталин был. Мне тоже жаль. Я успела привыкнуть к вам. Не мы к вам. Вы, Елена Васильевна, и не знаете, какое вы для нас значение имели. Вон, Будков-то. Опять стихи писать начал. Стихи? Я ведь перед войной писал Елену Васильевну. Мечтал поэтом сделаться. А теперь, а вы напомнили, спасибо вам за все. Вам спасибо за любовь, за ласку. Благодарю вас. Миррэс. Вольно. Что это у вас за церемониал? Благодарите друг друга. Да ведь, когда расстаются друзья... Расстаются. Да. Кончились наши концерты. Мы едем на главную базу. Ну, я надеюсь, Елена Васильевна, что вы еще вернетесь к нам. А вы хотите это? Очень хочу. А я знаю. Вчера вы весь вечер стояли под моим окном. Как? Вы видели? Видела. Возвращайтесь с победой. Вернусь. А потом приду к окошку и не уйду. Дивизион. Мирррррррррррр... Товарищ капитан второго ранга. Личный состав Краснозаменного дивизиона торпедных катеров и отряд морских охотников построен. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Здорово! Ура! Поздравляю вас, товарищи катерники! Сегодня и мы идем навсегда вышибать врага из нашего моря. Поэтому перед боем прошу помнить наш старый морятский завет. Все за одного, один за всех. И еще прошу помнить, товарищи, что Родина смотрит на каждого из нас. Даже тогда, когда мы деремся во тьме и туване. Я уверен, что с поставленной перед нами задачей мы справимся на отлично. Нашему флоту ура! 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 Личный состав по катерам! По катерам! Ура! Ура! Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Это наш обычай, когда близкий человек в море, за него пьют старый тост За тех, кто в море Победа! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»